всем привет сегодня я начинаю цикл уроков под общим названием как сделать нужный цвет то есть как добиться нужного цвета на свои фотографии используя reference и так я создал новый слой в котором я создаю серую плашку ну и в качестве референса я взял небезызвестную вам фотографию тайлера и так наша задача будет следующей нам необходимо перекрасить вот эту серую плашку цвета фона на фотографии тайлера и так основной принцип таков мы вызываем корректирующий слой кривых открываем окно info и так и берем пипетку и так сейчас я веду пипеткой в области темной части фона и меня интересуют вот эти циферки в цветовом пространстве lab я смотрю на циферку lightness то есть меня интересует тон этого изображения то сейчас там циферка 48 и так идем на серую плашку и смотрим здесь циферка 54 моя задача сейчас взять цвет который соответствует по тону нашей серой плашки так если серая плашка у нас по тону lightness 54 то и здесь мы на фоне ищем точку которая соответствует такой же освещенности lightness 54 и так вот здесь я оставляю нашу точку где-то в этой области это и будет основной цвет в которой я буду красить нашу башку обращаю внимание на то что вот эта точка у меня имеет размеры 11 на 11 пикселов то есть квадрат 11 на 11 пикселов усредняется по цвету и берется какой-то средний цвет это наиболее точный вариант замеры в отличие вот скажем квадрата 3 на 3 квадратик 3 на 3 слишком мал для замеров квадратик 50 на 50 слишком велик думаю это логически понятно итак сам метод заключается следующим на панели информационные по кривым мы можем найти вот такие вот три пипетки которые отвечают за разные тона изображения тут первая пипетка это темная тона нижняя пипетка это светлая тона и средняя тона так так как нам нужно перекрасить серую плашку всего лишь в один цвет для начала я возьму серую пипетку и переопределю ее базовые значения как это делается я вызываю вызываю диалог сейчас у меня это получится вот так я вызываю диалог переопределения серии точки и так мы взяли пипетку вот она подписана циферка 1 здесь она присутствует вот в этом окне циферка 1 вот такие значения значение rgb 103 136 131 и так я меняю значение в нашем окне 103 136 и 131 соответственно нажимаю ok и соглашаюсь с тем что я переопределяю базовые значения серые точки все я их переопределил можно еще раз вызвать диалог переопределение посмотреть да все соответствует тем циферкам которые мы намерили окей я располагаю корректирующий слой с кривыми поверх нашей серой плашки нажимаю alt и применяю этой кривые только к нашей серой плашки чтобы эти кривые не воздействовали на слой с фотографией дертона итак следующий мой шаг заключается вот в чем я беру серую пипетку и тыкаюсь в любое место этой серой плашки потому что в любом месте этой серой плашки значение light нас у нас 54 себя тыкнулся и мы получили нужный нам цвет буквально за один клик вот такой вот простой метод перекрашивание и получение нужного цвета давайте пойдем дальше и сделаем более сложный вариант так как фотография все таки бывает не однотонной нам нужно сделать не один цвет чаще всего это бывает градиенты какие-то темного к светлому кто давайте так и сделаем итак нам нужно во первых понять какая градация тонов на этом фоне то есть вот идем в самую темную область и видим что значение light нас здесь становится 48 а в светлой части фона это 62 перекрасим нашу серую плашку именно в такую тональность чтобы в темной части было 48 а в светлой части было 62 возьмем для этого инструмент градиент так вот он и переопределим градиент нужным нам образом и так вот у меня уже все поставлено значение и и b нулевые и light нас 48 меня устраивает эта темная область так и в светлой области 0 0 и 62 мы намерили до 62 окей теперь я применяю этот градиент к нашей серии плашки применял неправильно сверху вниз делаем вот так сверху вниз замечательно давайте проверим значение тона здесь было 48 и на серый плашки нас тоже 48 как вы видите если мы пойдем светлую область мы увидим что значение тона плавно меняется от 48 до 62 собственно то что нам и нужно было и так наши замеренные значения остается и они сейчас отображаются в панели инфа под цифриками 1 и 2 то есть темная область и светлая область снова вызываем корректирующий слой корректирующий слой кривых применяем его к нашей серой плашки и идем переопределять темную и светлую пипетку то есть точку черного и точку светлого сначала переопределяем значение точки черного так у нас там 91 123 и 120 120 так вот я переопределил значение соответственно на точке номер один соглашаюсь с изменениями переопределяем светлую точку 124 124 158 158 соглашаемся теперь я беру пипетку точки черного веду ее в ту область которая является по тону соответствующей нашей нашему первому замеру то есть 48 по лайт носу и тыкаю сюда это будет наша темная область берем точку светлого идем в область лайт нас 62 и снова тыкаемся вот таким образом я получил градиент который соответствует градиенту на фотографии трейлера дюордана вот такой вот нехитрый метод который пригодится нам в последующих наших уроках это основной принцип который я вам сейчас показал он будет применяться везде и всегда но в более сложном виде для того чтобы вы потренировались этот файл я выложу у себя на сайте вы можете его скачать и и потыкаться посмотреть урок и попробовать сделать то же самое что и я это вам пригодится в дальнейших ваших действиях продолжим изучение метода на более сложном примере сейчас нашей задачей будет перекрасить черно-белую картинку которая находится слева с изображением девушки в цвета картинки которые находятся справа референс у нас является фотографии пейзажа причем задача довольно сложная потому что это не совсем тонированное черно-белое изображение то есть тон здесь не один цвет здесь не один цветах у нас присутствует больше желтого цвета в тенях у нас присутствует больше синего цвета то есть это изображение не линейно ровное по цвету в этом и заключается сложность и так первым и главным условием будет следующее условие нужно чтобы обе картинки находились в одном цветовом пространстве так давайте посмотрим изображение девушки у нас это и доп.rgb изображение 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 справа референс у нас находится в цветовом пространстве srgb соответственно мы конвертируем цветовое пространство srgb в доп.rgb так чтобы у нас обе картинки находились в одном цветовом пространстве сейчас обе картинки находятся в цветовом пространстве доп.rgb это главное условие еще одно важное условие это размер картинки а картинка справа у нас 750 на 750 пикселов она небольшая картинка слева является довольно большой картинкой и давайте мы ее уменьшим ну хотя бы до до 1000 280 по длинной стороне то есть примерно они сейчас по размеру у нас одинаковые итак открываем панель инфо берем пипетку смешению пипетка смешения позволяет нам замерять точки на фотографии и оставлять эти точки оставлять следы от этих замеров в панели инфо и так ставим две точки одну в светлую область другую в темную область и опять же смотрим на значение лап конкретно на циферки lightness и так в светлой части я выберу тон который будет равняться циферки 90 по освещенности а в темных тонах я выберу точку которая будет соответствовать десяти освещенности так то есть по тону мы выбрали точки сейчас такие же точки мы выберем на изображение которое нам нужно перекрасить так снова ищу вот 90 ставлю точку и сейчас ищу циферку 10 где тут у нас десяточка затерялось вот вот она все точки мы выставили возвращаемся на страницу с референсом и нас интересуют теперь вот эти значения их нужно будет перенести на страницу с фотографией которую мы перекрашиваем и так я делаю скриншот вот чтобы мне было удобнее и вставляю его сюда чтобы я видел цифры которые мне нужно занести в кривые так добавляем корректирующий слой кривых первая точка это у нас света вызывает диалог изменения пипетки и так смотрим 224 224 29 229 и 200 отлично 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 окей все осталось дело за малым берем светлую пипетку идем в точку которую мы заранее отметили покрасили посмотрите цвета у нас приобрели желтовато-зеленоватый оттенок совсем совсем не похоже на то что справа берем темную пипетку и ставим ее в нужном месте ну вот практически цвета совпадают один в один то есть визуально картинки очень похожи но я бы сказал что картинка слева у нас немножко более цветная более насыщенный там цвет поэтому я бы немного убрал эту насыщенность вот таким образом картинки практически соответствует друг другу ну вот замечательно справились с этой задачей эти картинки вы тоже сможете скачать с моего сайта все ссылки будут внизу внизу видео там их ищите еще один момент хочу вам обратить внимание после того как вы изменили значение этих пипеток не забывайте их вернуть обратно в дефолтовое значение иначе потом если вы забудете это сделать будут очень неприятные сюрпризы итак белая пипетка у нас должна соответствовать циферкам 250 так 256 и 255 на 255 на 255 вот так это должно быть это белый цвет yes тёмная пипетка должна соответствовать 0 0 0 это черный цвет и средняя пипетка должна соответствовать циферкам 128 128 128 это нейтральный серый цвет все дальше мы перейдем к более сложному примеру и сложность пример заключается в том что мы будем работать с цветным изображением и попытаемся перенести цвета кожи в качестве референция я взял вот такой снимок цвета кожи мне очень нравится я хочу перенести их на свою фотографию есть у меня очень похожая фотография но цвета кожи немножко другие и так все что мы делали до сих пор это была подготовка к вот такой вот сложной задачи сразу скажу что работа с цветным изображением намного сложнее и тут просто тыканьем пипетки не обойдешься тут придется немножко подкручивать кривые однако тыканье пипеткой в нужные места очень помогает приблизиться к нужному цвету все делаем все по накатанной вызываем панель инфа берем пипетку смешению и выискиваем светлые участки кожи так вот снова по лайт носу обратите внимание на эту циферку снова по лайт носу я ищу светлые участки кожи на референции примерно пусть это будет 90 и возьмем темные участки кожи тут примерно 35 вот так то есть я сейчас получил значение rgb в панели инфа и как обычно делаю скриншот этих цифр для того чтобы мне потом было легче вбивать значение кривых память у меня не блещет поэтому поступаю так вызываю корректирующий слой кривых беру светлую пипетку переопределяю ее значение 248 222 203 соглашаюсь с изменениями беру темную пипетку и снова переопределяю ее значение соответственно тем которые мы намерили 64 51 окей все обращу ваше внимание на один момент мое изображение как вы видите если поискать здесь светлые участки кожи оно недостаточно контрастные светлые участки кожи у меня максимум на 82 84 где то у меня тут нет 90 как тут соответственно необходимо необходимо немножко поднять контраст и выровнять изображение по тону вот так вот здесь уже я могу найти значение где то около близких 90 вот нет где то есть соответственно это была кривая которая выравнивает контраст и я снова вызываю дополнительную корректирующий слой кривых беру светлую пипетку и пытаюсь найти снова тут значение 90 для того чтобы уже поменять этот цвет все тыкнулся и сейчас мы будем искать значение 35 примерно вот тут где то здесь было вот тут хоп так ну вот цвета получились очень близкие но как я сказал нужно будет немножко допилить это изображение чуть-чуть чуть-чуть я двигаю мастер кривую для того чтобы тональный контраст сравнять между изображениями ну вот в принципе оба изображения достаточно близкие друг к другу единственное что справа в изображении мы имеем больше красного цвета в тенях у меня же на снимке получилось более больше желтого в тенях это несправедливость я попробую исправить при помощи диалога с селектив колор и подвигаю здесь ползунки таким образом чтобы в тенях у меня было бы больше красного меньше желтого для этого я выбрал желтый цвет и вот именно его я и кручу ну вот так вот пожалуйста я более-менее подогнал цвет вот к тому что у меня справа еще немножко покручу бегунки и чуть-чуть еще осветлю это изображение ну вот сделал я несколько кривых все изменения вы видели которые я наделал тыканье пипетками то что мы изучали весь этот урок очень приблизило меня к конечному результату все остальное я уже делал на глаз чуть-чуть подвигал кривые ну и вот такая вот разница до и после то что у меня было то что стало цвет кожи я считаю что я подогнал достаточно близко меня такой вариант уже устраивает собственно все это базовый урок по изменению цвета к которому я буду отсылать вас каждый раз когда я буду заниматься color matching это изображение точнее вот этот урок третий третий пример вы сможете также скачать с моего сайта все ссылки внизу видео пробуйте тренируйтесь надеюсь что вам этот урок был полезен ну и хорошего вам цвета в ваших изображениях всего доброго до встречи до встречи с